Доброе утро! Я бы хотел, чтобы мы открыли книгу Иисуса Навина, 14 главу, и с 6 по 15 стих прочитали. «Сыны Иудины пришли в Голгал к Иисусу. И сказал ему Халев, сын Иефонии, кенезиянин, «Ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне. Я был сорока лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варне осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал, «Земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему». И так вот, Господь сохранил меня в живых, как Он говорил, уже сорок пять лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие. И Израиль ходил по пустыне, теперь вот мне восемьдесят пять лет, но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день. Ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Янаковы, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь. Иисус благословил его и дал в удел Халефу, сыну Иефонину, кенезиянину, Хеврон. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Иефонина, кенезиянина, до сего дня, за то, что он в точности последовал по велению Господа Бога Израилева. Хеврону прежде было Кириаф Арбы, как назывался между сынами Янака, один человек великий. И земля успокоилась от войны. Смотрите, 45 лет назад Халев все сделал правильно. За это он со своим народом 40 лет ходил по пустыне, еще 5 лет воевал за своих братьев. Он мог объективно сказать, Господь, зачем мне это? Я же все сделал правильно. Если другие виноваты, так пусть они и отвечают. Я и мои дети при чем здесь? Еще один такой немаловажный момент. Кроме Халефа, тогда был еще один человек, который тоже ободрял народ. И звали этого человека как? Иисус Навин его звали. Сейчас Иисус Навин – лидер израильского народа, можно сказать, президент. Про Халефа в Библии очень редкие воспоминания до этого момента. Они с Иисусом Навином остались вдвоем очевидцами тех событий. Кто сейчас, ну если посмотреть с нашей щеческой стороны, кто сейчас Иисус Навин и кем является Халеф? Халеф, придя к Иисусу Навину, он мог бы привести эти доводы и сказать, мы с тобой знакомы очень давно. Мы с тобой через столько прошли. Дай мне, пожалуйста, кроме этой горы еще три рядом. Я столько навоевался, я столько находился. Я имею на это право. Согласись. Но вы знаете, что мне нравится этот пример достойной подражания, что Халеф остался доволен тем, что ему Господь обещал. Вы просто представьте, вы лично знакомы с самым влиятельным человеком, с лидером народа, и вы приходите и просите у него всего лишь то, что что когда-то Господь обещал. Наш Бог Иисус Христос страдал, как написано в Слове Божьем, до смерти, и даже до смерти крестной тоже не за себя. Он был безгрешный. Он, как никто другой, имел право спросить, зачем мне это? Зачем мне, Отец, умирать за людей, которые бесконечно недовольны? Постоянно обманывают, обижаются и обижают сами, спорят. Но Господь остался верным до конца. И вот Иисус Христос, глава церкви, а мы Его тело. И каждого из нас Он поместил в это тело, дал нам дары Духа Святого. И вот я хочу спросить у вас, прежде всего у себя, а сколько я готов ходить по пустыне ни за себя. Пару месяцев, один год, пять-десять лет. Сколько я готов нести служения, когда мне кажется, что меня не понимают, меня не принимают, может быть, меня недостаточно хвалят, может быть, даже сплетничают, обсуждают меня. Я остаюсь со своими братьями и сестрами в теле Христовом? Или все-таки я говорю, Господи, Ты все видел, я все делал правильно. Зачем я буду страдать не за себя? Поэтому я лучше оставлю служение или даже церковь. Вы знаете, когда рассуждаешь на этот момент, мне даже страшно подумать о том, кто я, если я сдаюсь на полпути, ну или там чуть раньше, чуть позже, и не дохожу до конца. Я получаюсь тот, кто умирает в пустыне. А в числах, в 14 главе, в конце 23 стиха написано, «Все раздражавшие меня не увидят ее, обетованную землю. Но раба моего, халефа, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Хотелось бы подытожить и таких два вывода сделать. Первое – это то, что наши отношения в церкви, они всегда связаны с тем, что нам приходится страдать, иногда страдать и не за себя. Но это не дает нам права оставлять наше служение. Если мы верим и понимаем, что Господь нас сюда поставил, то для Него это точно не причина, чтобы мы это служение оставляли. И второй момент – как остаться довольным и благодарным Богу за то, что я имею в нем, если со стороны кажется, что я имею меньше, чем другие? Дело все в том, что чувство радости и полноты в жизни дает нам Сам Господь через Духа Святого. Поэтому, если я остаюсь недоволен, если я начинаю сравнивать, то дело не в том, кому Он дал больше, а дело в моих личных отношениях с Богом. Смотря на других, считая их благословения, я перестаю видеть свои. те, которые Господь дал лично мне. Поэтому нам и прежде всего о себе говорю, о том, чтобы иметь прежде всего живые отношения с Богом. И второй момент – всегда благодарить Его за то, что Он мне дает и за то, что я имею в нем. спасибо Тебе, Господь и Бог, за Твою милость и любовь в каждом дне, Господи. Спасибо за братьев и сестер, которые рядом, Господи. И спасибо Тебе за наши отношения, которые Ты даешь и Ты контролируешь, Господи. Слава Тебе. Аминь. Аминь.